Привет, друзья! Очень внезапно мы сегодня с вами решили выйти в прямой эфир, поговорить о детской безопасности в свете последних событий, в том числе печальных событий. В общем, смысл этого эфира такой, как совместить безопасность ребенка и не сделать так, чтобы из-за наших родительских тревог наши дети остались без детства. Итак, с нами сегодня вот уже отправила запрос с пяткой безопасности Анастасия Баландович. Сейчас Настенька к нам присоединится, а вы, друзья, пока Настя присоединяется, пишите мне в комментариях, как хорошо нас видно и слышно. Так, я Настю вижу хорошо. Настя, как вы меня? Я вас прекрасно вижу. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сейчас я чуть-чуть погромче хочу сделать. Так, друзья, дайте в комментариях плюсик, если все в порядке у нас со звуком и леви, и видео, и будем начинать. Так, у нас все внезапно. Хорошо, что у всех было полчасика свободного времени для того, чтобы Настя как раз с детьми занималась. Да, занятия с детьми у вас были, Настя? Да, 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 у меня как раз был тренинг. Так, чуть пропали. Настя? Как раз был тренинг, да, вот сейчас освободилось, у меня есть немножко времени. Отлично. Так, я все жду плюсики, я вижу, пока только присоединяются. Да, вот плюсик есть. Есть? Есть. Так, Настю говорят плохо слышно. Ну, вот пишет кто-то, все в порядке. Настя будет чуть-чуть погромче говорить. Итак, Настя, вот все, пошли плюсики, значит, можем начинать. Значит, тему сегодня я подняла у себя в блоге, пост написала, с утра сюжет снимала. Снимала сюжет на детской площадке и пока записывала там стендапы, наблюдала за тем, как мамы гуляют с детьми. На самом деле, утром попались очень нетревожные мамы. Стояли в сторонке, если ребенку нужна была помощь, то подходили, помогали. Была даже бабушка супер нетревожная, потому что ее, видимо, где-то вот ему лет 8-9 было мальчишке. Он прям залез наверх в горки, бабушка стояла спокойно, спокойно на это реагировала. Я, честно говоря, думала, бросится, будет его снимать, но нет. Не знаю, возможно, мы со своей камерой как бы какие-то коррективы внесли. Но, тем не менее, как бы все родители были, можно сказать, в адеквате, потому что никто не дергал, не забирал, не кричал, не беги, не лезь. Хотя, на самом деле, такие ситуации на детских площадках случаются очень часто. То есть, не залезай на горку, упадешь, не лезь на ступеньки, споткнешься, не подходи к этому ребенку, заразишься. И, по сути, получается, вот этот страх, постоянная наша тревога делает так, что ребенка мы этими страхами ограничиваем. То есть, у него вообще нет возможности ни шаг вправо, ни шаг влево, потому что мама бесконечно твердит о том, что вокруг тебя опасно, вокруг тебя злые люди и вообще какие-то ужасные ситуации происходят, которые ни к чему хорошему не приведут. Я вот даже, Настя, провела тоже опрос и попросила родителей написать, какие самые частые страхи, связанные с детьми, вот вас больше всего, допустим, ранят или как так можно сказать. Вот в топе. Украдут ребенка, собьют, видимо, на дороге машина и очень многие боятся педофилов. Я понимаю эти страхи, я тоже, как бы, думаю об этом. Но когда я сравниваю эти страхи, допустим, с вариантом упадет без шлема на велосипеде или непристегнутый в автомобиле попадет в аварию, вот я хочу у вас, как у специалиста, спросить, насколько высоки проценты вариантов, когда ребенка украдет педофил или вариант, когда ребенок без шлема разобьет себе голову. Вот мы педофилов боимся, без шлема у нас ездят дети. Что в этих ситуациях на самом деле страшнее? Оценим адекватно риски. Смотрите, ну, естественно, чаще происходит, что ребенок падает без шлема, что ребенок лезет на какую-то горку, цепляется, ранится и так далее, получает травмы. Пропали, Настя. Так, интересно. Так, сейчас нормально все? Вот, вроде вернулось. Ага, и так, чаще всего, да, дети падают, травмируются, ролики, летовелосипеды, самокаты, электросамокаты, все что угодно. Это случается чаще, но мы с ним увидим что? С ним увидим педофилов, похитителей и так далее, да, и поэтому страхи наши обычно вертятся вокруг этого. А вот на такие мелочи мы не обращаем внимания. Вчера в Барнауле батут наверняка видели новость, да? Улетел с детьми. Улетел, да, и две девочки в реанимации, но мы же этого не боимся, мы же вводим детей на все эти развлечения. Так, Настя, пропадаете вы у меня почему-то. Очень интересно. Так, а сейчас? Так, вернулись. Вернулась, да? Вроде хорошо. Мы же вводим детей на эти развлечения, мы приходим на детскую площадку, мы ничего не проверяем, зачем нам смотреть качели, зачем нам смотреть крепления. Я вот у себя уже который раз в сторис это разбираю, говорю, ребята, обратите внимание, видите, трос держит качели, он весь лохматик. Все, он уже пошел. Ребенок чуть-чуть потяжелее или прыгнет резко. Все, ребенок упадет, ударится попой. А что там будет, я не знаю, там будет перелом копчика или просто ушиб. Ну, невозможно это предугадать. Все говорят, а что ж теперь больше никуда не ходить? Я не призываю никого сидеть дома, запереть ребенка в четырех стенах. Я просто прошу быть внимательнее. Если вы пришли на площадку с малышом, пять минут потратьте, обойдите, зайдите вот в эту горку, да, загляните в нее, что там происходит. В Москве недавно был случай, когда педофил, это вот просто в безумии, 30-летний мужик притаился в горке и приставал к девочке трехлетней. Настя, вот я про педофилов тоже и про домогательство к детям снимала в выпуске маминой школы. И специалисты мне говорили о том, что чаще всего домогаются детей близкие родственники, на самом деле. Дяди, отчимы, дедушки, старшие братья. То есть мы боимся, по сути, каких-то чужих людей, которые могут нашему ребенку какой-то вот вред принести. Но на самом деле эти люди ближе к ним. Вот что вы об этом скажете? Да, 80% преступлений сексуального характера относительно детей совершаются близкими родственниками, знакомыми и так далее. Особенно часто это внутри семьи, там отчим, папа, дедушка, дядя, ну вот это вот все, да, двоюродный, троюродный брат. И это вопрос к личным границам и к доверию ребенку, да, что очень часто происходит. Ребенок жалуется маме, меня там трогал мой там, не знаю, брат двоюродный. Мама говорит, ты выдумываешь. И ребенок живет с этим дальше. Вот этого быть не должно. То есть если ребенок вам на что-то пожался, нельзя от него отмахиваться ни в коем случае. Только родители – это единственные люди, которые встанут на его сторону. А потом вот эти жертвы, насилие домашнего пишут мне, когда им 30-40 лет, и просят меня посоветовать психолога или психиатра, потому что с этим тяжело жить. Кстати, был тоже вот такой комментарий от мамы, которая, когда вот маму перечисляли страхи, которых они больше всего боятся в отношении детей. Вот одна мама написала, я боюсь, что если с моим ребенком что-то случится, он мне не скажет. Ну, ведь мы об этом очень редко думаем. А когда мы детям вот запрещаем бесконечно все, вот туда не ходи, там опасно, то мы же сами толкаем их на то, чтобы в какой-то момент, вот я лучше маме не расскажу, что я там был, потому что прилетит мне 100%. Вот связана вот эта вот психологическая безопасность? Есть взаимосвязь? Еще как, да? Я когда с детей работаю с ними на своих онлайн-тренингах... Так, пропали, Настя, сейчас ждем. Так, идем. Ждем, 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 восстановится. Так, вот, пойдем. Да, вот, вот, восстановилась. Да, на своих тренингах я спрашиваю, ребят, вот если с тобой что-то случится, да, защита от похитителя, базовые занятия, что ты будешь делать? Кому ты расскажешь? Они звонят в полицию. Я говорю, а маме? А зачем маме говорить? Это дети 5-7 лет. Я говорю, как зачем? Мама же первая должна... Если я маме скажу, что со мной что-то случилось, когда я шел из школы, ну, допустим, там, да, дядя за ним шел какой-то, чего ты ему предлагал? Если я маме скажу, она будет меня провожать в школу, надо мной пусмеются друзья. Я лучше промолчу. Особенно это касается интернет-проблем, да? Что сделает мама? Мама, во-первых, отругаешься, что ты лазишь с каким-то сайтом со своими социальными сетями, в чатиках сидишь. И просто вырубит интернет в итоге. Да, отберет гаджеты, вырубит интернет. И зачем? Так, я поняла. То есть вот наша первоочередная задача – это не просто запрещать ребенку ограничивать, держать его за руку. Наша первоочередная задача – вот такой вот круг доверия вокруг ребенка сделать, для того, чтобы он понимал, что с какими-то опасностями ему было куда идти. Так? Да, совершенно верно. И начинать это чем раньше, тем лучше, да? То есть чтобы ребенок понимал, что он к маме может прийти и рассказать ей все. Даже если он там кого-то сам обидел, да? Дал пинка какому-нибудь мальчику, грубо говоря, тот мальчик ему по голове дал. Он был неправ вроде как в первый момент. Но он должен знать, что мама встанет на его сторону всегда. И это формируется в мелочах. Даже банально в магазине с ребенком мама, да? Ребенку не купили киндер-сюрплей, он начинает орать, да? Хныкать там, биться головой о пол и так далее. Заходится рядом обязательно взрослый человек, который говорит, ну что ты такой невоспитанный? Я тебя же беру сейчас. Как мама? Мамы либо отмалчиваются, либо говорят ребенку, тихо, 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 не шуми. Ты видишь, вот тетя злится. И что ребенок понимает? Мама не на его стороне. Мама на стороне вот этой злой тети. А здесь вот один ответ, да? Знаете, извините, это мой ребенок. Я сама решу, как ему себя вести. Мы с ним сами разберемся. Воспитывайте своих детей. Все. И ребенок понимает, да, я был неправ, да, мне мама там дома что-нибудь скажет, но сейчас мама на моей стороне. И ни один взрослый не имеет права мне ничего сказать, ничего со мной сделать. Потому что у меня есть мама, и это наше с ней дело. Чудесно. Настя, я вот, цель этого прямого эфира, я хочу с вашей помощью найти вот тот самый баланс, чтобы вроде бы мы и не были вот безразличны к безопасности ребенка, но тем не менее, чтобы мы своей тревожностью не задавили ребенка настолько, что у него просто не останется детство. И я хочу вот мам, которые к нам сегодня в эфир присоединились, попросить в комментариях по десятибальной системе оценить уровень своей тревожности. Единичка – это когда вот вам вот все вообще ровно, вы вообще уверены, что с вашим ребенком всегда все будет нормально, вообще ни о чем не беспокойтесь. А десятка – это когда вы вот просто постоянно в таком вот напряжении, держите его за руку, не отпускаете ни на шаг от себя, и вообще плохо спите, потому что постоянно в вашей фантазии какие-то ужасные картины, где с ребенком что-то происходит. Вот хочу понимать, вот на девятку, еще, девчонки, пишите цифры, оценивайте уровень своей тревожности, потому что Настя нам сегодня вот с этим поможет рассобраться. Десятка, десятка. Огромные цифры. Семь, восемь. Еще, еще, девочки. Нужна ваша обратная связь. Десятка. Я, честно говоря, не ожидала, Настя, что вот такие результаты сейчас нам девочки дадут, потому что десять – это значит, мама в постоянном стрессе себя держит, постоянно переживая за ребенка. Но сегодня на площадке во время съемки я разговаривала с мамой, я ей говорю, вы не тревожная мама? Она говорит, честно говоря, я вот недавно перестала быть тревожной. Пока малыш был маленький, я вот просто вот бросалась там под каждый его там, не знаю, прыжок, и ловила его, страховала. А потом я в какой-то момент поняла, что он подвижный очень, и я вот просто все свои силы как бы на это трачу и начала, говорит, над собой работать, и эту тревожность стала убирать. Вот что специалист по детской безопасности скажет о маминой тревожности? Мамина тревожность – это супер? Она помогает держать ребенка целым? Или мамина тревожность – это то, что вообще как бы портит всю жизнь, по сути, всей семье? И детям, и маме, и всем, кто вокруг нее? Смотрите, тревожность – дело такое, да, во-первых, тревожность – это плохо. Что порождает тревожность? Страх, да? Я боюсь, что ребенок упадет, украдут, пристанут к нему и так далее, да, вот там облако огромное этих страхов. Вопрос в том, как мама реагирует на этот страх. Если мама сидит и трещется просто, да, ах, вдруг его украдут, ах, вдруг то-се, ходит везде за ручку водит, до 25 лет, пока замуж или не женится, да, вот это нет, вот это нездоровая ситуация, и ребенок никогда не станет самостоятельным, у него воздуха не хватает, да, ему не продыхнуть, она все время рядом, она все время вот вокруг него вот эти вот, как забор поставила. Это нет, вот так не надо. Если же мама способна, да, понять, да, я боюсь, с ребенком может случиться вот это, вот это, вот это, вот это. Что я могу сделать для того, чтобы этого не случилось? И начинает сама учиться, да, идет в интернет, благо у нас сейчас есть интернет, и там есть все, но, опять же, в интернете я сразу же всех предупреждаю, аккуратнее. Я сейчас вот глубоко начала вот с этим работать, и там столько всяких глупостей пишут по поводу безопасности детской, что надо это все критически оценить. Чтобы это критически оценить, примерьте ситуацию на себя. Они говорят, пропусти там, допустим, ситуация в лифт, да, ребенок стоит, ждет лифт, заходит посторонний человек, они говорят, пропусти его. Что значит пропусти? Что за глупости? От лифта расстояние до стены, там, ну, не знаю, с нескольких шагов, да, ребенок говорит, проходите, в этот момент жрослый его хватает и заталкивает лифт. Вот весь этот совет, да, так нельзя. То есть нужно критически все это оценить. Если не справляетесь, обратитесь к специалистам, я провожу эфир, у меня там в аккаунте море полезной информации, заходите, читайте, задавайте вопросы, я всем отвечаю, ну, может быть, долго иногда, да, но, тем не менее, я отвечаю. Есть шанс, если мама принимает решение не просто сидеть и бояться, и вообще запереть своего ребенка в квартире, а работать над этим, то есть она получает возможность контролировать свой страх, а страх любой побеждает с контролем. Вот тогда это здоровая позиция. Смотрите, Настя, вот тоже мама нам написала, что надо воспитывать ребенка до такого случая, то есть, видимо, объяснять ребенку, и тогда ничего не случится. Ну, вот что-то мне подсказывает, что вариант, как забереть его дома и держать за руку, так и вариант просто рассказать ему, что вот такое может случиться, что ни тот, ни тот вариант, на самом деле, в критических случаях не поможет ребенку. Вообще никак не поможет. Как у нас мамы, да, увидели, вот вчера сюжет все увидели про батут, да, побежали ребенку там мозги промывать, и увидели, что ребенка похитили, или педофил пристал. Приходит, ты понял, как не надо было делать? Ты видишь как? Вот так вот никогда не делай. Это все. Причем мы делаем это очень рвано, как раз только после вот этих ситуаций. То есть в течение жизни мы об этом не говорим, тут вдруг какую-то историю услышали, испугались, сказали, и сердце успокоилось. Вроде бы мы информационную работу провели, ребенок все понял, значит он в безопасности. Да, я свое отработала, медаль к себе повесила за еще одни переговоры, да, и все. Нет, во-первых, это не работает эпизодически, да, от случая в случае, вот у нас был случай в Казани, да, со стрельбой, все сразу же подорвались, начали, ой, надо бы, надо бы. Сейчас все притихло, все, тишина, прошло всего две недели, все забыли про это напрочь, до следующего случая. Поэтому я за то, чтобы работать. Так, пропали, Настя, ждем сейчас, вроде быстренько у нас связь восстанавливается, надеюсь, в этот раз так. Вот, восстановилась. Так, вот, восстановилась. Мы работаем системно, заводим себе правила, раз в неделю хотя бы посвящать этой теме, час-два, да, это маленькие тренировки, те же круги доверия, да, рисуем кружочки с ребенком, разбираем, кто близкий, кому ты можешь доверять, кто знакомый, в чем разница, кто такие все остальные, потому что все дети уходят там с любым взрослым, разговаривают с ним легко, да, почему? А потому что для них ваша слава незнакомец, неходи с незнакомым. Кто это такой? А моя соседка, которую я видела пару раз, она незнакомая или же знакомая? Она же ко мне обращается по имени. У ребенка вот это слово незнакомец, я уже называю словом паразитом, потому что оно не работает, дети этого не понимают. На тренингах я с ними по-другому. Я им говорю, есть невоспитанные и есть воспитанные взрослые. Так вот, если к тебе обращается взрослый, он невоспитанный или преступник. Не используем слово незнакомец, используем слово невоспитанный и воспитанный взрослый. Да, да, то есть невоспитанный взрослый обратится к ребенку и ты не должен на него реагировать. Это не ты, и невоспитанный это он, потому что обратился к тебе, да? То есть и вот на этих вот понятиях вы не идете с ребенком, гуляете, да? Проговорите, где безопасные места, а почему оно безопасное? А вот почему магазин безопасное место, хотя дети часто говорят, что оно опасное, потому что там преступники ходят целыми днями. Я говорю, ну ладно, они туда на работу-то не ходят, магазин играетесь, правда? Банки очень дети боятся. Так, ребенце у нас сегодня интернет, к сожалению. Так, вернулось вроде. Банки тоже дети боятся, да? То есть все это в беседах. И что самое главное, не давать ребенку готовых решений. Когда вы им говорите, не ходи, не делай ни то, ни то, бесполезно, а когда он сам до этого дошел с вашей помощью, как и с моей на тренинге, я задаю наводящие вопросы. Ребенок сам находит правильное решение и оно оседает уже, да? А дальше тренировки. Обязательно. Вот смотрите, Настя, мама пишет, дочка 5 лет, боремся с тем, что подходит общаться с другими людьми. И, честно говоря, я тоже когда-то задавалась этим вопросом, у меня тоже мой 5-летний сын очень коммуникабельный и общается со всеми. И я все думала, ну как же, как же сделать так, чтобы он этого не делал? Потом в какой-то момент я для себя поняла, что это вообще безопасность его, не его ответственность. Это моя ответственность в тот момент, когда он подходит к этим людям и общается с ними свои потребности удовлетворяет. Я должна быть рядом и смотреть за тем, чтобы все происходило нормально. А не требовать от 5-летнего ребенка, чтобы он, и бороться с ним, чтобы он прекратил так делать. Вот мнение специалиста по безопасности. 5-летка, 4-летка, 3-летка подходит к незнакомцам. Итак, бороться не надо, это первое, да? Второе, даже когда он подошел, вот в моменте делать ничего не надо, да? Просто пусть он поговорил, уже все, это случилось, мы это принимаем. А потом, когда мы идем домой, мы с ним разговариваем. Скажи, пожалуйста, а видел ли ты, чтобы я подошла к тете к незнакомой и рассказала ей о том, как у меня сегодня утром сгорела каша и как мы опоздали в садик? Ребенок такой, нет, ну вообще, мама так не может. А вот смотри, давайте с тобой разберемся, а кому я могу так сказать? Бабушке нашей, нашей бабушке, да, родной, могу? Могу. Папе твоему могу? Могу. Понял, в чем разница? Вот эти тети, дяди все, они посторонние. Мы с ними не делимся вот этим вот личным, да? Мы им ничего не рассказываем. А близким, мне, как маме, ты можешь рассказать все, что угодно, как ты в туалет, да, что там было у тебя в садике и так далее. И вот обсуждая вот эти ситуации, мы как раз это вот им в голову и складываем. А когда говорим просто не разговаривай нельзя или хватаем лужа руку и тащим в этот момент, ну все, ребенок вам ничего не расскажет, после этого не разговаривай. Поняла, мама вот тоже пишет, что меня ребенком воспитывали именно на примерах случившегося с кем-то и мне это помогало быть осторожной. Мы не спорим с Настей с этим вариантом, мы говорим о том, что эта работа должна быть системной. Не только когда там что-то случилось там в школе и ты только в это время об этом с ребенком говоришь. То есть об этом ты должен говорить в течение как бы всего детства. Хорошо, Настя, вот смотрите, тоже мамы писали про свои самые страшные страхи и одна мама только написала. Мой личный страх это ограничить свободу и выбор ребенка. Поэтому я со стороны наблюдаю, а когда просят о помощи, помогаю. То есть мама не хочет своей тревожностью ограничивать ребенка. Мне кажется, есть в этом здравый смысл. Что вы скажете? Есть, но опять же, если мы становимся полностью в позицию стороннего наблюдателя, ну прилетит так прилетит, пожалуй, так пожалуй, это не совсем правильно. Здесь важно, чтобы мама знала, что происходит в жизни ребенка. А особенно это важно, когда он идет в школу, когда он начинает пользоваться интернетом. Очень многие родители не знают, что слушает их ребенок музыку, в смысле, каких блогеров смотрят, какие фильмы ему нравятся, какие игры. Понятно, что они нас раздражают, взрослых, эти блогеры молодежные, да, кажется, боже, как это можно смотреть. Но если вы будете в теме, если вам будет о чем поговорить со своим ребенком, и ваше общение не будет ограничиваться, ты поел, что получил, что задали, что в школе. Вот тогда, да, вы можете стоять в такой позиции и быть для ребенка авторитетом, да, авторитет и авторитарность. Два похожих слова, смысл разный. Авторитарность, я стукнула по столу, сказала, так будет, и все, ты ничего здесь не решаешь. Вот это плохо. И вот от этого нужно отходить уже в 6-7 лет, когда ребенок уже приближается к пубертату, да. Здесь мы уже становимся в позиции авторитета. И авторитет это зарабатывается до этого возраста. То есть авторитет это не потому, что я так сказала, а потому, что ребенок знает, что мама умнее, мама опытнее, и она такой мудрый человечек, которому я приду за помощью. Вот здесь можно стоять в такой позиции. Если я это удалось сделать, окей. Настя, про авторитет давайте тоже поговорим. Вот как влияет на родительский авторитет тотальный контроль со стороны родителей. Вот когда мама с папой принимают решение следить за ребенком, читать переписку в телефоне, установить ему трекер, следить, куда он ходит, куда он не ходит. То есть обыскивать его комнату и по сути нарушать его личные границы, оправдывая и объясняя это тем, что они ребенка любят, что они о ребенке тревожатся, и таким способом они ребенка пытаются обезопасить. С одной стороны, я понимаю этих родителей, потому что бесконечно в СМИ то новости, то синий кит, то еще какие-то штуки, и ты все думаешь, вдруг мой туда тоже встрял. Но с другой стороны, я понимаю, что если я так буду делать со своим ребенком, то ни о каком доверии в принципе речи быть не может. Вот как тут баланс этот найти? Естественно. Ну смотрите, во-первых, это предательство. Все, что вы перечислили. Да, зайти в комнату, порыться в сумке, почитать переписку, это предательство, ребенок этого никогда не просит, а уж тем более этого не просит подружка, да, у которого гормоны играют. Это первый момент. По поводу вот этих групп смерти, синих китов, ну и все вот это, что происходит в интернете. Знаете, как дети туда вовлекались чаще всего? Это не синие киты были. Ну, как бы, я не говорю, что это хорошая группа, это ужасно было, да, но... Вот пишут, что нет проблем со связью, но у меня есть. Я тоже вижу, что вы у меня зависли. Настя? Сейчас нормально все. Что было с синими китами? Родители, им на родительском собрании, в родительском чатике сказали, появилась такая группа, вот у нас тут один случай в городе. Что они делают? Они сначала подогревают друг друга в этом чатике, находят статьи, все это обсуждают, доводят до трясучки, выпили в себя, влили чего-нибудь успокоительного и пошли ребенку рассказывать. А ты знаешь, что такие группы есть? А ты знаешь, что там заставляют делать? Ребенок сидит, вообще своими делами занимается. Пусть приходит мама, вываливает на него всю эту информацию. Он идет в школу, ему учитель то же самое вываливает в голову. Говорит, пойду-ка я посмотрю. И он там. То есть до этого он и знать, может быть, не знал об этом? Да, именно так. И я ко всем родителям говорю, родительские чаты, это зло. Причем вселенское зло, чем дальше, тем злее. Я советую туда заходить только для того, чтобы узнать, сколько сдать, когда, куда прийти. Все. Больше не надо там общаться, не надо в этих обсуждениях. Лучше потратите это время, что вы там сидели, накручивали друг друга. Но вообще не со своим ребенком. А в философских вопросах. Потому что, когда ко мне приходят подростки на занятия, они говорят, слушайте, никто об этом не разговаривает. О дружбе, о любви, о взаимоотношениях. Никто. Я говорю, а родители? А родители заняты в все время. Отлично. Настя, я вот тоже опрос, опять же, сегодняшний проводила в маминой школе, спрашивала, тревожный ли вы родитель, или нет. 80% ответили тревожный. И сегодня циферки, которые нам в чате ставили, как бы тоже эту статистику подтверждают. И я задавала вопрос. Ваша родительская тревожность портит вашу жизнь или улучшает? Так вот, 94% ответили, что портит. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, большинство этих родителей, понимая свою тревожность и понимая, что ничего хорошего от нее не приходит, хотят изменить ситуацию, хотят стать менее тревожными, хотят от этой тревожности избавиться, хотят понять, к чему эта тревожность приводит и их, и их детей. Вот, что скажете? Это круто, на самом деле, что у вас такой процент людей, которые осознают свою тревожность и готовы над ней работать. У меня вообще, Настя, в маминой школе суперсознательные родители просто подобрались. Я ими, честно говоря, ежедневно восхищаюсь. Я тоже восхищение, у меня таких меньше гораздо. У меня просто тревога, все, красный след, поехали. Итак, если вы это осознали, начинайте работать. Напишите для начала себе список, чего вы боитесь, только честно. Вот честно-честно себе пишите, никому, никто его читать, кроме вас, не будет. А дальше составьте себе план, что вы можете для этого сделать. Я могу еженедельно заниматься с ребенком, вот так-то, так-то. Я могу вот это поставить. Кстати, часы, по поводу часов, ничего плохого не вижу в них, особенно, если это хорошая модель, вот эти трекеры. Но, опять же, если с ребенком отношения доверительные, то он может их носить и до 18 лет, и у вас не будет конфликтов по этому поводу. Если же доверия нет, то в 9-10 лет он их положит вам на скос стол и скажет, мам, давай ты сама за собой последи, а я как-нибудь сам. Потому что иногда, вот в ситуациях, когда, например, ребенку угрожают оружием, да, вот эти часы, это единственное, пожалуй, что может его спасти. Ну, вот так, да, потому что кричать там опасно, могут выстрелить, могут потащить куда-то еще что-то, да, а вот часы с этой кнопочкой как раз могут очень сильно помочь. Поэтому вы просто пишете себе план пошаговый, что вы можете сделать, и ваша тревожность, когда вы видите результаты своих детей, она постепенно уходит, потому что вы начинаете контролировать ситуацию. У меня сейчас закончился курс для детишек семи и 12 лет, безопасные каникулы, и родители прямо подыхают. Им так хорошо сразу, да, потому что они видят, что ребенок знает, они сами с ним тренировались, и сегодня у нас будет семинар, где я им еще надаю методик и так далее, и все, понимаете, их задача только дальше работать. А вот здесь уже вопрос, что они выберут, обратно скатиться в свои страхи, да, и сидеть в королупе, или реально работать, продвигаться и жить спокойно. Это опять же выбор каждого, да, мы не можем все взрослые заставить, мне недавно тоже писали, что вот не все же могут прийти на ваши тренинги. Я говорю, слушайте, я не могу охватить весь мир, но хотя бы те 10-15% детей, которые нашли меня, да, так случилось, которые пришли ко мне, родители, которые меня спросили, я уже счастлива, что они в безопасности. Давайте, Настя, родителей спросим, вот если есть у вас желание изменить ситуацию со своей тревожностью, пишите единичку, а если вы считаете, что ваша тревожность, в принципе, это нормальное ваше состояние, и оно бережет ваших детей, то пишите двоечку. Сейчас вот попробуем понять, какие выводы сделали наши родители. А вы, Настя, пока расскажите мне все-таки вот к чему вот этот тотальный контроль, такая гиперопека, повышенная тревожность и бесконечные родительские страхи, которые вроде бы для того, чтобы уберечь ребенка, также мамы объясняют самим себе. Так, мне инстаграм, напоминает, что я уже 2 часа в инстаграме провела, выключила оповещение. К чему эти мамские тревоги могут привести ребенка? Ну вот смотрите, во-первых, когда это прям, мы берем гипертревожности, прям такой острый случай, мама его везде опекает, да, то есть вплоть до того, что решает, что ему есть, что ему не есть, куда ему ходить, куда ему не ходить. И читаем, не ходи, упадешь, да, вот это вот все время идет, не ходи, сделай что-то, не ходи, там ударишься, не ходи, тебя похитят. И она как бы программирует уже ребенка на это, да, он может и не собирался падать, но мама же сказала, что я упаду, значит, я должен упасть. А вообще, есть такая вот штука, я заметила, маминые слова, они вообще работают как предсказание. Когда мама говорит, заболеешь, тут 100%, никаких шансов нет, заболеешь обязательно. Да, потому что мама самый важный человек в жизни ребенка, особенно маленького, любого человека, да, то есть это прям пишется на подкорочку. Это первый момент. Второй, если мы его ограничим, мы не даем ему свободы выбора, мы не формируем шунастоятельность. Я всегда в таких тревожных мам спрашиваю, слушайте, а когда он жениться, надумает, вы тоже за него будете выбирать, за ручку ему ее приведете, скажете, вот это будет твоя невеста. А, это я так сказала, все, детей тоже будете свечку держать? Ну вот как бы, да, мы не даем человеку вообще вырасти, а потом они удивляются, когда этот ребенок вырастает, он сидит дома, сидит, режется в свои компьютерные игрушки и ничего не хочет, и мама приходит ко мне и говорит, а что он ничего не хочет? Я говорю, а что вы делали до этого? А до этого я принимала за него все решения и всячески его ограждала от всех опасностей. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь вашему ребенку теперь уже не к психологу, к психиатру вместе с вами и надолго. Обратите внимание, Настя, у нас в чате одни единички, то есть все мамы понимают, что тревожность ни к чему хорошему не приведет. Но вот комментарий, а может быть это дальновидность, я про предупреждение, про жизненный опыт? Нет, и жизненный опыт. Настя, я если правильно вас понимаю, мы же не призываем к тому, что вот полностью отпустить, ты вот плыви себе корабликом. Нет, вот мы сейчас ищем тот самый вот баланс, ту самую серединку, чтобы и не испортить все детство ребенку тревожностью, но тем не менее помощь ему в нужных ситуациях оказывает. Как мы это делаем? Итак, критическое мышление, навык 21 века, да, это не надо запирать своего ребенка. Но вы, когда пришли на детскую площадку, вы не бегаете с своим ребенком, вы не орете на него, не лейте на канат, не ходи на эту лестницу, а вы пришли, проверили, вместе с ним даже походите, просто посмотрите, да, поговорите, никак же думаешь, вот это опасно. Он скажет, нет, а почему? А вот если вот так, а, да, опасно, будем так рисковать? Нет, не будем. Вы проверили на площадке все места, куда он хочет зайти, отпускаете своего ребенка и следите, да, просто следите за ним, не сидите с мамочками в телефонах, что я очень часто вижу, до первого крика, да, мамочки сидят, зависли в своих гаджетах, вдруг чей-то ребенок заорал, все подорвались, ой, как здорово, а кто мешал посмотреть, да, нам же в телефоне интереснее, вот, поэтому как бы все должно быть здраво, без перегибов ни в коем случае, если ребенок пришел из школы с шиниками, не надо нестись и бить, прошу прощения за выражение, и бить морду всем подряд, это первое желание мамы, первое желание сделать, успокоиться, и спросить у ребенка, что случилось, разобраться, спросить у него, какую помощь он от вас хочет получить, и нужна ли она, а дальше уже действовать, да, то есть, давать ребенку возможность самому решить, они иногда предлагают такие решения, до которых мы, взрослые, не можем дойти, потому что он ситуация, не мы, мы видим со стороны, и мы как раз опираемся на тот самый свой опыт, да, который у нас был, но время немножечко изменилось, ситуация немножечко изменилась, и навязывая вот это, мы мешаем ребенку жить. кстати, ошибиться ребенку тоже полезно, даже если его решение будет неверным, эта ошибка даже может дать ему больше опыта, чем ваше прописанное, пошагово данное решение проблемы. Анася, давайте вот как раз вот обсудим, да, современный мир, сейчас тоже мне частенько попадаются исследования о том, что мы сейчас живем в самом безопасном мире, но тем не менее уровень тревожности современных родителей, он просто зашкаливает, то есть у нас уже нет возможности там умереть от какой-то неизлечимой болезни, дети наши явно больше пяти лет живут, потому что если что-то случилось, есть врачи, на нас уже не нападают дикие животные, нам не надо выходить из пещеры, вокруг нас, вокруг большинства нас нет голода и нет войны, и в принципе вокруг нас есть люди, которые нас защищают, то есть вроде бы можно сказать о том, что мы живем в безопасности, но тем не менее мы постоянно чего-то боимся, тревожимся, трясемся, и вот этих детей стараемся от юбки вообще своей не отпускать. Вот современный, мой ребенок не гуляет сам, вот ему правда только пять лет, но я что-то сомневаюсь, что я его в шесть выпущу, хотя вчера он был у бабушки, там немножко... Так. Там немножко другой двор, и там без меня он гулял как бы сам, с другими детьми постарше, то есть в принципе это возможно. Вот как вы оцениваете безопасность современного мира? Ну, опасности были, есть и будут, да, как бы они никуда не делись, их стало просто больше, более разнообразно они стали. А другой вопрос, что у нас опасность, самая главная, немножечко другая сейчас. Опасность в том, что поплыли ценности, да, у нас у людей очень сильно поплыли ценности, если раньше на первом месте стояла семья, там, ну какие-то общечеловеческие вещи, то есть сейчас это материальные ценности и навязываемые в СМИ всякие разные. Там разные варианты есть, да? Вернулись, Настя, все хорошо? Так, так, так. Так, все хорошо, я просто себя не вижу на самом деле, но если меня слышно, уже хорошо. У вас даже стало лучше слышно, Настя. Вот чудеса. Хорошо, ладно, я себя не вижу, я переживу. Итак, ценности поплыли, да, и мне кажется, что именно из-за вот этого смещения ценностей на мир материального и растет наша тревожность, потому что мы беспокоимся не о том. И люди ставят во главу угла не то. Все мне жалуются, мамочки, что люди стали черствы, если ребенок к ним подойдет за помощью, они не помогут. Ребят, это не так. Люди были, какие были, такие и есть. Но если ваш ребенок, как мне дети, так говорят на тренингах, что ты будешь делать, если с тобой пошел чужой дядя? Я подбегу к тете и скажу, что чужой дядя за мной бежит, чтобы она его поймала. Я говорю, не будет ни одна тетя ловить какого-то дядю, когда ей об этом сказал маленький ребенок. Ты должен подойти с конкретной просьбой, да. И то есть мы должны учить детей правильным алгоритмом и сказать, что опасностей стало меньше, больше. Ну, я бы не мерила их количеством, я бы мерила их качеством, да. Интернет, огромная бездна, полезная штука, безумно, хотя все 90% родителей детям говорят, интернет зло, тебя там научат плохому. Нет, это не так. Все зависит от того, кто кем управляет. Если интернет нами управляет, это, кстати, взрослых тоже касается, дорогие родители, которые сейчас присутствуют. Если вами управляет интернет, это плохо, это уже зависимость. Если вы управляете интернетом, если вы решаете, когда зайти в Инстаграм, когда вам уведомление пришло, или когда у вас есть реально время на это, вот это здоровая ситуация. И когда вы сами сидите вечером и залипаете в гаджетах, а ребенку говорите, ну-ка, быстро, я тебе сейчас интернет отключу. Вот не надо вот так делать. Вы для ребенка самый главный пример. Вот смотрите, Настя тоже, мама Лена, написала важную такую мысль, что уровень тревожности у нас сейчас зашкаливает из-за СМИ, где каждое происшествие описывается, обсуждается несколько дней. И я согласна с этим, потому что в день, когда, допустим, ничего такого страшного не произошло, нет новостей, что вау, сегодня все было супер, никто не пострадал, все живы, здоровы. Но если случилось что-то ужасное, то об этом... И раньше, вот почему, может быть, даже поэтому сравнивают уровень безопасности жизни сейчас и там 50 лет назад, раньше у нас не было доступа к соцсетям, к мессенджерам, к интернету, к телевидению, и даже если такое где-то случалось, мы этого просто не знали, не видели и не думали об этом. И поэтому есть иллюзия того, что раньше мир был безопасней. Вот можно себя от этой тревожности избавить, уменьшив количество вот этого информационного негативного шума. Потому что призывать СМИ к тому, чтобы не рассказывали такие новости, бессмысленно. Там ты не можешь контролировать, но ты можешь контролировать себя, что я поглощаю, что нет. Знаете, как бы, по-моему, если я не ошибаюсь, собачье сердце, да, Булгак наш любимый, не читайте... Не читайте со завтраком... Газет, да. Вот именно это я и хочу посоветовать, не читайте это все от того, что вы это прочитаете. Ну, как я всегда говорю, ну да, случилось страшно, ужасно. Вы можете что-то изменить в той ситуации? Вы можете помочь тем, кто пострадал? Ну, материально максимум, да, там, если есть какой-то сбор. Окей, помогите. А дальше включаем опять же, да, рефлексию, любимое слово сейчас у всех. А что я могу сделать для того, чтобы с моим ребенком это не случилось? И делаем. И тогда ваша тревожность будет преобразовываться в полезную энергию, а не в бесполезную, когда вы себя будете жрать, пить таблетки и так далее, накручивать себя, накручивать ребенка, накручивать близких, и в итоге доведете себя до инсульта или инфаркта. Зачем? То есть, варианты плакать ночами, потому что переживали за чужих людей, детей, тоже бессмысленно. Настя, слушайте, был вопрос, отпускаете ли вы или отпустите ли вы когда-то, да, в перспективном будущем ребенка играть одного во дворе? Я, как детский психолог, педагог, понимаю важность самостоятельной игры. Детям надо играть без родителей, решать самостоятельно какие-то вопросы, конфликты, дружить, ссориться, но у наших детей такой возможности нет, потому что мама выходит, мама стоит с тобой, если у тебя что-то случится, мама все разруливает или просто тебя к этим детям даже не подпускают, потому что считают их не очень там какими-то хорошими. И вот 50, Настя, слышите меня, да? Да, 50% родителей сказали, что да, отпускают и отпустят, 50% родителей сказали, что не отпускают и никогда не отпустят. Вот мне интересно опять же ваше мнение, если отпускать, ну мне вот логика подсказывает, что все-таки в какой-то момент он должен выйти на волю и без мамы общаться с другими людьми, детьми, вот как понять, что ребенок дорос до этого? Есть ли какой-то возраст или какие-то признаки, что у ребенка написано «мама, я справлюсь?» ребенок готов, когда вы с ним потренировались, да, когда вы проверили его сами или с помощью специалиста, что он все знает, все умеет, если что, он не растеряется, когда вы чувствуете, что он знает, умеет и как бы не боится сам, самый главный, да, то они всегда «мам, я сама» выходят и назад смотрят, а где там мама, да, пошла она за мной или нет, а следит она за мной или нет, вот так, да, да, и опять же, не сразу же, на весь день «давай, иди гуляй, иди делай что хочешь, чтобы глаза мои тебя не видели, нет, зачем?» На 5, 10 минут, 15 постепенно и наблюдай, естественно, мы за этим, за всем наблюдаем со стороны, да, что происходит, и когда вы увидите, что все там окей, все идет спокойно, все, ребенок готов, от возраста это не зависит, есть 5-летние дети, которые все соображают, все понимают и все сделают, а есть 12-летние дети, которых я бы сказала только с мамой, только за ручку. Так, еще раз, Настенька, последнюю фразу зависла у меня, значит, есть 5-летние дети, которые могут, а есть дети постарше, которые только с мамой ходят. Которым только с мамой за ручку и желательно лет до 18-20, там без вариантов. Есть такое, все дети разные. Ясно. Настя, давайте эфир, подведем итог этого эфира. Я бы хотела от вас еще услышать вот какую-то важную, полезную мысль, которую родителям обязательно нужно дать для того, чтобы все-таки безопасность была на должном уровне, но тревога родительская не зашкаливала и не портила всей семье жизнь. Так, Итак, итоги эфира, да, тревожатся все мамы, нет нетревожных мам. Вопрос в том, как каждая из мам на это реагирует. Если вы предпочитаете рыдать в подушку, биться головой об стену и закрывать своего ребенка в квартире, это нездоровая ситуация. Если же вы готовы делать что-то для этого, заниматься, учиться, да, это здоровая позиция, тревожность ваша вам на пользу, страхи ваши вам на пользу. И как только вы всему, чему хотите научить ребенка, вы почувствуете контроль и ваши страхи постепенно уйдут. Что нужно для этого делать? Системно заниматься. Это и разговоры, это и игры, это и тренировки, это и занятия со специалистом. Системно. Нет, случая к случаю, бабахнуло, мы побежали. Нет, это не работает, это бесполезно, не тратьте на это время. Лучше потратьте все время, которое вы читаете дурацкие новости страшные, которые вы обсуждаете со своими подружками, со своими подружками, всякие ужанья. Говорите просто со своим ребенком, он будет вам безумно признателен. Еще один маленький лайфхак для родителей. Сейчас лето, дети будут убегать, теряются постоянно. Вот это вот все постоянно происходит. Ну, так есть. Сделайте им, я специально даже подготовилась, вот такой вот браслетик, сейчас попробую поближе к камере показать, с номерами телефонов родителей. Отличная идея. Да, два браслета на руку, мамин и папин номер, если ребенок не может его выучить. В идеале, конечно, он должен знать его наизусть. Ну, не может, ладно. Два браслетика. Перемежайте, чем хотите. Да, ну, я взяла самые простые бусины, потому что я его не ношу. Я, к счастью, знаю номер телефона свой пока. Вот. А детям, да, как угодно оформите, если вдруг ребенок потерялся, если ему нужна помощь. Он всегда знает, что мама с папой у него вот здесь, да, и он может им позвонить. Мелочь. Но из-за этой мелочи дети теряются, а родители мне пишут гневные сообщения, что люди стали злыми. Нет, не люди стали злыми. А вы своего ребенка не научили правильно себя вести в опасной ситуации. Чудесно. Настя, есть у нас еще время на то, чтобы на несколько вопросов родители ответить? Да, есть. Хорошо. Девочки, пишите. А я вот сейчас назад. Значит, что делать, если дочь 6 лет панически боится остаться дома даже на минутку одна? В садик ходит, там все хорошо. Ну, значит, чем-то вы ее когда-то напугали. Был какой-то прецедент. Понимаете, ни один страх ребенка не берется ниоткуда. И как с ним работать, это вам нужно решать на приеме у психолога. Я сейчас вам могу называть 500 тысяч методов, но не знаю, какой у вас сработает, потому что я не знаю, чего на самом деле боится ваша дочь. Это все очень индивидуально. То есть в первую очередь надо найти причину, которая этот страх спровоцировала, и уже с этой причиной работать. Так, хорошо. Девчонки, есть еще вопросы по детской безопасности? Может быть, страхов? Я продолжу еще момент. Сейчас очень многие родители как избавляются в кавычках от детей, да, маме надо чем-то заняться, она сует ему гаджет с мультиком на Ютубе. Здорово, но сейчас пошла тема, старая тема, древняя как мир, она сейчас опять началась. В мультике делаются вставки. Там появляется какая-то рожа и требует от ребенка сделать что-то плохое, порезать себя, украсть что-то там, выбежать куда-то и так далее. И вот очень много случаев, вот написали нам про страхи, да, когда дети попадают к психиатру после этого. Поэтому весь контент, который смотрит ваш ребенок, особенно на Ютубе, да даже в простом интернете, где-то вы скачиваете, вы просматриваете сначала сами, от и до. И не давайте ребенку смотреть мультики в наушниках. Не потому, что наушники вредны, ну, конечно, да, как бы они не очень полезны, но ладно, да, мы с ними живем и нормально. А потому что очень часто картинка не совпадает с содержанием. На картинке у вас собачки и кошечки, миленькие, мультяшные, а на самом деле там несут какой-то ужас. И вы не знаете этого, а ребенок сидит и смотрит. А снаружи все кажется, что все нормально. То есть вот это обязательно нужно. Ну, да важно, Настя. Я на самом деле очень много мам вижу, которые и слышу, которые говорят о том, что я боюсь, я переживаю за своего ребенка, но я еще ни одной мамы не видела, которая пришла и перед прогулкой на детской площадке обошла и посмотрела, все ли целое, все ли крепкое. И тоже маловато я видела мам, которые прежде чем включить мультик на Ютюбе, сами сели без ребенка, этот мультик посмотрели. То есть говорить о своих страхах мы можем много, но берем ли мы на себя ответственность за безопасность? Просто бояться, плакать, трястись, ограничивать, контролировать ребенка, это одно, а что-то сделать для того, чтобы он жил в безопасном мире, это совсем другие вещи. А потому что лесят разные позиции, да, я всегда говорю так, что вот маленький ребенок, два-три года, он ушибся об кресло, допустим, да, ногой ударился, бежал, не рассчитал, ударился. Что скажет ребенок? Ребенок скажет, виновата кресло, это оно стояло на моем пути. Что скажет взрослый? Я был невнимательный, и поэтому я ушибся ногой. И вот вопрос, какую позицию выбирает родитель? Позицию детскую, что это все они плохие, а я хорошая, я буду сидеть и бояться, они там как-нибудь без меня решат. Или я взрослый, я понимаю, что есть опасности, я понимаю, что есть методы и средства их решения, и я начинаю действовать. Это выбор каждого. Чудесно. Так, все, Настя, последний вопрос задаю. Ребенок 11 лет, боится в магазине спрашивать цену и так далее. Что вы делали со своим ребенком до 11 лет, что он боится спрашивать в магазине цену? Я могу только задать этот вопрос, понимаете, это не берется с потолка. Опять же, тот же ответ. Идите к психологу, разбирайтесь, что случилось, потому что эта ситуация ненормальная. Не то, чтобы там патология, но надо смотреть, почему у него такой страх перед чужими взрослыми. Что вы такого ему сказали в детстве или когда он был совсем маленький, что он теперь панически этого боится? Разбирайтесь. Чудесно. Настя, спасибо вам большое за информацию. Я сейчас еще раз в сторис у себя в маминой школе отмечу ваш инстаграм, для того, чтобы родители быстрее смогли найти вашу школу безопасности. Я вам тоже говорю спасибо. Так, все вроде... Друзья, как все, вот пишут все. Спасибо за эфир. Все ли было понятно? Было ли вам полезно? Дайте тоже какой-то значок в комментариях, какое-нибудь сердечко, чтобы мы с Настей понимали, что мы этот час тоже вместе с вами провели не зря. И будем уже потихонечку прощаться. Олесь, вам спасибо, пока пишут нам за приглашение. Пусть он был спонтанный, но я думаю, что мы дали хоть пищу для размышлений родителям, что тревожность это, конечно, окей, но с ней можно работать. И, может быть, еще на какой-то процент детей станет счастливее. Чудесно. Все спишут нам, Настенька. Спасибо. Спасибо вам, девочки. Я на вашу поддержку и осознанность очень надеюсь. Жду ваши комментарии, чтобы мы смогли восстановить вот все, то, что мы сегодня рассказывали. Вот как раз начало пропустило. Все. Всем счастливо. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok